Привет, меня зовут Афина и добро пожаловать в мою историю. Мне 12 лет и я живу в элитном доме со своими родителями. Это моя комната, я её очень люблю, потому что в ней есть все необходимые вещи. Новый мощный компьютер, посмотрите ребята, он такой милый, особенно розовый, это мой любимый цвет. Я только недавно закачала новые игры. Кстати, осваиваю новую программу монтажа. А здесь вот висит моя повседневная одежда, давайте вам её покажу. Это если будет холодно, пару милых платьев, любимая пижама с бананами и ещё один красивый комплект из блузки с бантиком и синей юбки. Давайте всё повесим. Я особо не увлекаюсь модой, но на одежде помешана моя мама, потому что она знаменитый фэшн дизайнер, постоянно подбирает мне самые лучшие дорогие наряды. Мой столик для макияжа с зеркалом и подсветкой. Я люблю косметику, в будущем планирую стать визажистом. Тут не вся моя косметика, я храню её в отдельных ящиках, вот здесь. Много разных палеток и кисточек. Вы наверное также заметили постилку для питомца, это для компота. Мой котик, к сожалению, потерялся на прошлой неделе, но мы с родителями уже дали объявление, я очень надеюсь, что мы найдём его. Вот, кстати, это объявление. Доброе утро, мама! Доброе утро, папа! Ммм, что у нас сегодня на завтрак? Так вкусно пахнет! Папа, ты приготовил субботние блинчики! В этот раз на кокосовом молоке. Твоя мама хочет отказаться от коровьего молока. Но почему? Оно такое вкусное! В последнее время я чувствую сильный дискомфорт в животе. Подозреваю непереносимость лактозы. Ты уже записалась к врачу, дорогая. Да, я после выходных обязательно схожу к доктору. А я не смогу без молока и молочных коктейлей, они же такие вкусные. Тебе не нужно отказываться, если не хочешь. А что мы будем сегодня делать? Семья, у меня для вас сюрприз. Я взял билеты в парк развлечений, поэтому ешьте завтрак и собирайтесь. Мы правда имеем бибилеты? Это же безлимитное количество аттракционов! Папочка, ты лучший! Очень вкусные блины. А я обожаю класть на блинчик яичницу и много-много лука. А еще я люблю чеснок. Когда бабушка была жива, она натирала мне гринки с луком. Такая вкусняха! Хочу добавить мороженое в кофе. У нас два холодильника. Первым много разной еды. Курица, говядина, свинина, креветки, сосиски и много-много рыбы. Кстати, мне нужен лук для блинчиков. А во втором полно сладкого. Мои родители обожают сладости. И я тоже. Это действительно мой самый любимый холодильник. У нас есть торт, мороженое, пирожные. Много пончиков и вкусные мелкшейки. Я возьму пломбир для кофе. К блинчикам добавлю лук. Мне нравится кидать пломбирный шарик в кофе. Я жду, когда мороженое полностью растает и образует на поверхности плотную густую пену. А для более яркого аромата я использую палочки корицы. Мой волшебный напиток готов. Давайте я продолжу вам показывать экскурсию, пока мы не ушли на аттракционы. Это наш бассейн. А это ванная комната. Я обожаю делать пенные ванны. Мой папа косметолог и у него много всяких уходовых средств. Поэтому моя кожа всегда идеальная. И еще одна любимая комната в доме. Угадайте, что это за комната. Фамильная. В ней наши сувениры. Мы часто ездим с родителями в отпуск. И привозим оттуда памятные вещи. А также несколько фотографий. Я часто здесь провожу время. И мечтаю о новых приключениях. Посмотрите. Это мы с мамой. Я обожаю этот снимок. А это я сфотографировалась на море. Наша совместная фото в горах. И много маленьких снимочков. Мы также привозим разные ракушки с поездок. Я очень их люблю коллекционировать. Эту фотографию мы сделали в самом дорогом торговом центре. Однажды мы поехали на горнолыжный курорт в Швейцарию. Мы жили в шале и наслаждались восхитительными пейзажами. Правда, я не очень люблю снег. Поэтому обычно читала книгу у камина, попивая свой любимый какао. А самое приятное, когда папа готовил домашнее печенье. Как вы поняли, мой папа обожает готовить. Даже в холодное время года можно хорошо отдохнуть. Например, на термальных источниках. Представьте себе, вокруг снег и мороз. А вы купаетесь в теплой воде, от которой идет пар. Ах, это так расслабляет. Вода обладает целебными свойствами. Она обогащает организм витаминами и улучшает состояние кожи. Мы были в Египте, во Франции, в Лондоне. Я была уверена, что самое лучшее еще впереди. Хотя, казалось бы, куда может быть лучше. Ведь я училась на домашнем обучении. И пока мои сверстники сидели в скучных школах за партами, я сидела в отеле Турции на онлайн-уроке. А потом шла купаться в море. Мы с папой устраивали водные битвы. И ели вкусное мороженое каждый день. Но, к сожалению, эта семейная поездка на море была последняя. Что думаете, если мы купим сладкую вату? Да, давайте купим. Я люблю сладкую вату. Все эти вещи такие милые, хоть и дешевые. А мы можем взять что-нибудь? Конечно, милые. Выбирай все, что нравится. Мне нравятся вот эти очки. С радугой. Посмотрите, какие они классные. Ах, ты похожа на маленькую инопланетянку. Папа, давай тебе тоже что-нибудь купим. Например, вот эти очки. Он дорогой, тебе так идет. Раз папа инопланетянин, мама тоже должна быть инопланетянкой. Королевой инопланетянкой. Папа, ты возьми себе вот эту кепку. Мне кажется, мы слишком модные для этого места. Согласна, пойдемте сразу на подиум. Ой, звонят из парикмахерской. Да, они предлагают перенести запись на сегодня, потому что завтра стилиста не будет. О, хорошо, дорогая. Это не займет много времени. Сходим в салон и вернемся сюда. Не стоит за меня беспокоиться. Здание недалеко. Я быстро схожу, а вы развлекайтесь. Ладно, милая. Но если будут вопросы, звони нам. О, давай здесь покатаемся. Давай, дорогой. Ай, идите в конец очереди. Я стою здесь три часа, чтобы покататься на этом аттракционе. У нас веб-билеты. Мы можем ходить без очереди куда угодно. Может быть, подождем? Нет, дорогая, пошли. Не обращай на них внимания. Следующая кабинка наша. Сонитесь. Ох, эти богачи. Все люди как люди стоят и ждут своей очереди. А они, видите ли, богатые. Да, безобразие. Буду жаловаться. Не пойду больше на этот аттракцион. Никогда. Привет. У меня назначена стрижка на сегодня. Хорошо. Позвольте мне проверить. Да, точно. Присаживайтесь. Мастер вас позовет. Ладно, спасибо. У меня такие классные волосы. Да, у вас красивая прическа. Я тоже хочу короткую стрижку. Но мама пока не разрешает. Угу. Тогда лучше стричься, когда убывающая луна. Так волосы будут отрастать очень медленно. Я не знала, что от луны зависит рост волос. Угу. У меня есть календарь экстрижек. Там отмечены все благоприятные дни для этого. Это так мило. Ой, фу. Закройте рот. От вас луком воняет. Экстренные новости. О боже, что это? Какой захватывающий фильм. Но я не люблю шоу про смерть. Извините, я должна идти. Что случилось? Ой, ну пускай идет. У некоторых людей никаких манер. Ее противный запах изо рта повсюду. Я использую освежитель воздуха. В этом новом шоу на Netflix столько драмы. О, это просто новости. Нечастный случай унес жизни мультимиллионера и его супруги. Во время поездки отстегнулись ремни безопасности. В результате чего мужчина и женщина упали с высоты в 23 метра. Мама, папа. Я стою с дочерью погибшей. Эй, девочка, пожалуйста, можно я возьму интервью? Оставьте меня в покое. Я не хочу быть по телевизору. Я хочу к маме и папе. Пойми меня, я должна снять шикарный сюжет. Вот камера, смотри сюда. Прошу, уйдите. Ладно, пойдемте отстанем интервью с работниками. Это моя вина. Я должна была остаться здесь. С мамой и папой. Прошло 4 часа, как моих родителей запрали на скорой помощи. К сожалению, сигналов жизни не обнаружили. И с сегодняшнего дня я стала сиротой. Я не знаю, что мне делать. Надеюсь, это просто плохой кошмар. И я скоро проснусь. Мамочка, папочка. Мне так страшно. Привет, мам. Привет, пап. Я так скучаю по вам, мои любимые родители. Но во дне прошло с момента похорон. Мое сердце так разбито. Как мне теперь жить? Я знаю, вы всегда говорили, что надо быть сильной девушкой. Но я не такая. Что мне делать? Мамочка, папочка. Я не знаю, что мне делать. Я не смогу без вас. Смотрите, вот она. Привет, как дела? После смерти родителей она осталась в большом особняке одна. Почему вы меня преследуете? Всем интересны мои новости. Я оплакиваю родителей. Что вам нужно? Дес мир смотрит, как она оплакивает потерю родителей. О, грусть, печаль. Отойди с нему крупным планом, как она плачет. Постойте, кажется, она посмеялась. Конечно, ей не может быть грустно. Ведь все богатства теперь в ее руках. Достаточно. Прекратите лгайте на меня. Ау, ты что, только что ударил меня? Да, и сделай это снова. Ну, знаешь, ты заслужил все это. Пошли, команда. Запомни, у тебя будут большие проблемы. Я хочу повернуть время спять и не допустить вашей гибели. Все меня преследуют и не оставляют в покое. Слишком долгий кошмар. Мамочка, папочка, вернитесь. Подождите минутку. Я слышу кто-то в моей спальне. Меня зовут Хавин. Я из детского дома. Почему вы здесь? Афина, к сожалению, пока тебе нет 18 лет, ты должна пойти со мной. А я не могу остаться одна в квартире. Ты вернешься в нее по достижению 18 лет. А пока она под распоряжением опекунского совета. Я все это время должна жить в детском доме, но я не хочу ждать, когда состарюсь там. В идеале тебя примет хорошая семья. Меня удочерят? Да, возьми чемодан. Я уже начала собирать твои вещи. Можешь сложить остальные и сама. Нет, я не отправлюсь в детский дом. Как быстро жизнь может измениться. Я жила в роскоши, а теперь осталась с одним чемоданом. У меня нет с собой наличных. Все осталось дома. Но я не могу вернуться, потому что меня увезут в детский дом. И уже так стемнело. Придется лишь спать здесь. Вернемся к новостям. Пропавшая дочь миллионера Афина была замечена на свалке. О да, я лучший репортер в мире. Вы видите, как она спит. Мы подождем, когда она проснется. А, что это были за звуки? Наверное, мне показалось. Мой живот урчит так громко. Я должна поесть. Хоть бы люди были добрые ко мне. Привет. Можете дать мне немного еды? Порция стоит 4 токена. К сожалению, у меня нет денег. Извините. Тогда ты останешься без еды. Ладно, поняла. Можно кусочек пиццы, пожалуйста? Только у меня нет денег. Нет, точно нет. Мы не занимаемся благотворительностью и не кормим бездомных. Извините. За рыбу и картофель 10 токенов. К сожалению, у меня нет с собой денег. А можно мне что-нибудь поесть? Пожалуйста. В каком мире ты живешь, девочка? Нет денег, нет еды. Ладно, простите меня. Я слышала, что ты ищешь бесплатную еду. У меня ничего нет. Это лапша 15 токенов. Нет денег, нет лапши. Прости, ничем тебе не могу помочь. Моя еда очень дорогая. Здравствуйте. Можно ли продать вам платье? Мне очень нужны наличные, чтобы купить еды. Хм. Посмотрим на качество платья. Ммм. Да. Хорошо. Ммм. Ты знаешь, я дам тебе 10 токенов за это платье. Да? Хорошо. Спасибо большое. Вот, держите. За ободок могу еще 3 монеты накинуть. Конечно, забирайте. Вот, держи. Привет, у меня есть деньги. Я могу купить пиццу? Да, у нас есть пицца за 10 токенов. Отлично. Вот. Обманул. Вот, держи кусочек. Опять обманул. Ну ладно, вот твоя пицца. Держи. Нет, моя пицца. Вы можете наконец перестать так делать? Я очень голодная. Ну ладно, только из печи. Для меня. Опять обманул. Ну ладно, ладно, не плачь, девочка. Вот твоя пицца. Спасибо. Какая вкусная. Мы все видели, как Афина попрошайничала еду. Снова журналисты. Еще один ужасный день прошел. Я больше не хочу спать на улице. Но у меня нет выбора. Надеюсь, ночь не будет такой холодной. Откуда этот чемодан? Что? Я дала его Афине. Но где она? Подождите минутку. Это же ее светлые волосы. Почему здесь разбросаны мешки? Афина? Почему она накрыта мусором? Боже мой, детка, проснись. А, это снова вы. Наконец-то я тебя нашла. Не убегай больше. Я хочу помочь тебе. Пойдем со мной в безопасное место. Проходи, Афина. Только веди себя тихо. Все дети уже спят. Хорошо. Добро пожаловать в новый дом. Я покажу тебе, где ты будешь спать. Идем тихонечко. Не разбуди остальных деточек. Твоя кровать здесь. Спасибо. Без проблем. Ложись спать и отдохни. Завтра будет лучше. Я надеюсь. Хорошо, что теперь я смогу спать в кровати. И у меня есть крыша над головой. Дети, просыпайтесь. Заправляем постели. Чистим зубы и идем на гимнастику. Здесь всегда надо так рано вставать. Доброе утро. Я опять не выспалась. Мальчики, просыпайтесь. Да, да, я уже встал. Поскорей бы завтрак. Афина, в детском доме свой порядок, основанный на сознательной дисциплине. Все должно способствовать подготовке воспитанников к ответственной жизненной позиции в обществе. Собирайтесь же. Обычно я рано вставала только в поездки на море. Ты была за границей? А я никогда не видела море. Эй, а где твои родители? Они погибли из-за несчастного случая на аттракционах. А где ваши? Ну, я не знаю. Моя мама известная актриса. Она не хочет, чтобы меня донимали папарацци. Поэтому спряталась здесь. Это она мне так сказала, когда отдавала меня в детский дом. Вау, твоя мама знаменитость. Это действительно здорово. Ах, нет, она все придумала. Твоя мама просто решила избавиться от тебя. Дурак, она вернется. И ты еще пожалеешь о своих словах. Мне очень жаль. Мой папа меня бил. Его лишили родительских прав. И поэтому я здесь. А как давно вы все тут? Очень давно. И ты даже не надейся найти семью здесь. Раз мы ее не можем найти, то ты тем более новенькая. Тебе еще долго здесь придется прожить. Ага, не мечтай. Возможно, ты вообще не найдешь себе семью. Потому что уже взрослая. Ага, это правда сложно. Каждый день сюда приходят и смотрят на нас. И никого не забирают. Так грустно. Я очень хочу вернуться домой. А где ты жила раньше? В элитной квартире. У меня было очень много дорогой одежды, качественная косметика и вкусная еда. Мы были миллионерами. Да врешь ты все. Миллионерша нашлась. Не выглядишь как образец подражания. Оборванка. Я просто продала свое платье, чтобы купить еду. Вам прожала. Пойдемте, ребята. Афина, я привезла твои вещи для умывания. Спасибо большое. Это же моя зубная щетка. Тут также расческа и духи. О боже, я так счастлива. Мои любимые вещи. Почему твоя щетка такая странная? Она электрическая. Зачем тебе такая? Для тщательного ухода за полостью рта. А еще делает массаж десен. А дай мне такую. Эй, что ты делаешь? А тебе что, жалко для меня? Ты же богатая. Но у меня больше нет щеток. На, возьми мою. Это не гигиенично. Какая неженка к нам попала. Угу, принцесса. Хочешь, чтобы все вокруг тебя плясали? Что? Нет, я ничего плохого вам не сделала. Смотришь на нас так надменно. Да, я заметила. Будто бы мы хуже тебя. А давайте ее проучим и закроем в туалете. Толкайте, девочки. Что? Нет, пожалуйста, не трогайте меня. Сиди здесь. Поняла? Дура. Пойдемте на завтрак. Афина, почему ты так долго? Что случилось? Я больше не хочу находиться в этом детском доме. Почему? Девочки меня обижают. Не волнуйся, я поговорю с ними. А пока давай завтракать. Что это? Молочная рисовая каша с маслом. И мой любимый бутерброд с сыром на белом хлебе. Обожаю. Так вкусно. Ты, наверное, не ешь такое. Да, привыкла к дорогим креветкам и стейкам. Неправда. Я съем свою еду с большим удовольствием. Аня не наелась. Отдай мне свой бутерброд. Но мне тоже надо поесть. Как не стыдно, не делишься с младшими? Да почему же вам просто не попросить добавки? Нам не дают здесь добавки. Надо ее заслужить. Это называется поощрение. А как его получить? Воспитанники поощряются за успехи в учебе. Или за какие-нибудь победы в творческих конкурсах. Дети, завтрак закончится через пять минут. Я хочу, чтобы вы выстроились. Скоро придет новая приемная семья. Новая семья, ура! Я хочу в семью, класс! Класс, класс, меня точно выберут. Я всем желаю удачи. Не волнуйся, тебя не примут. Ты мне понравишься. Я даже не хочу, чтобы меня удочерили здесь. Ах да, принцесса ждет принца и королевскую семью. Мы совсем забыли. Ма, что мы здесь делаем на самом деле? Мне так скучно. Я видела в новостях, что дочь миллионера Афина попала в этот детский дом. Я собираюсь удочерить ее. И если ты женишься на ней, то мы получим все их огромное наследство. И тогда ты разведешься с ней. Так что будь добр, Афина. Все меня поняли? Ма, ну мне всего 13 лет. Только подумай, мой сыночек, любименький. Ты сможешь все игрушки купить. Сколько? Столько, сколько захочешь. А я? А ты наконец-то сделаешь ринопластику по уменьшению носа. У самого лучшего хирурга. Ну ладно, ма, я женюсь на ней. Вам просто нужно обвести ее вокруг пальца. И мы будем плавать в деньгах. Но я не умею плавать. Я люблю деньги. Будьте осторожны. Смотрите вокруг. Потому что за нами может следить полиция. Потому что я забрала чужие документы, чтобы получить одобрение. Ма, ха, 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 ха. Субтитры сделал DimaTorzok